Каждый автолюбитель страны советов ставил для себя следующие цели. Купить жучку, стремиться к Волге и мечтать о Ниве. Ценности поменялись. Жучка сегодня поменялась на не всегда малолитражку, Волга приподнялась, увеличилась до универсала и стала солидным джипом, а вот о проходимце до недавних пор приходилось забыть. Но компания Уралавто вместе с нами, любимыми, вам показала в деле автомобиль с амбициями и харизмой. В Сузуке Гранд Витара. И результат не заставил себя ждать. Так как по цене седана и некоторых псевноводенорожников вы приобретаете внедорожник настоящий, с комфортом седана. Но есть категория водителей, которым недостает комфорта и мощности. И для них сегодня обновленный Витара. Умощненный, закомфортированный и лоско наведенный. Так получилось, что магнитогорский автолюбитель, и российский в частности, очень-очень требовали комфорту. И вот ему уже мало потрясающих возможностей по проходимости Сузуки Гранд Витара. Ему подавайте полностью упакованный и очень мощный вариант. И вот Сузуки, открыкнувшись на это предложение, что сделала? Ну, под капот решили инсталлировать самый мощный двигатель от Сузуки, В6, 3,2 литра. И вот тут, зная настоящее предназначение этого автомобиля, как внедорожника, обратите внимание, это смотрится красиво. Представляете, мотоциклет не двигать В6 от Сузуки. Но не стали гнаться за показателями мощностями, решили показать вам характеристики крутящего момента. Что еще надо для джипа? Правильно? Крутящий момент. И вот он, у В6, 3,2, при мощности 233 лошадиные силы, ну, сами подумайте, солидный, все-таки В6. Давайте подойдем и укажем, что поменялось в новом Сузуки Гранд Витара. Вот, например, сегменты поворотника, это уже заявка на элит-класс. Здесь ручка открывания двери имеет специальную кнопочку. То есть, ну, от непроизвольного открывания двери автомобиль застрахован. Заглянем в салон и видим. И видим вставки под черное дерево. Видим уже наш любимый четырехступенчатый автомат. Видим, все выполнено по-другому и более комфортно. Даже панель приборов. Вы знаете, отсюда перешел на центральную консоль бортовой компьютер. У нас здесь добавился еще динамик. То есть, ну, размерный звук в пяти измерений. Люк, пожалуйста, вы же хотели. Спецподсветка. Климат-контроль на центральной консоли. Все весело и серьезно. Посмотрим на заднее сидение. Ну, мало того, что здесь airbagов, как у солидного джипа, включая боковые шторки безопасности, здесь решили в фабричном порядке для вас затонировать. Задние стекла. Пожалуйста. Есть и это. Ну, разумеется, здесь кожаный салон. Ну, конечно, здесь нету DVD. А зачем оно вам надо? Потому что все-таки ваше предназначение – это кататься. А сегодня сейчас есть хорошие смартфоны, которые имеют и GPS-навигацию. Это гораздо удобнее, чем пялиться на экран. Просто посмотрели, где вы находитесь, и все. Я бы хотел обратить внимание на то, куда еще вложены деньги. В деньги вложены спортивную резину Dunlore и 18-дюймовые диски. То есть, ну, все по-взрослому. Отдельная статья, и мне это очень нравится, как открывается багажник с вывешенным запасовым колесом. И вот уже доводчик делает все дело для вас. И вот уже при самом большом желании вы легко складываете и полочкам. Смотрите, как она грамотно сделана. Не так, чтобы вы выламываете что-то, а просто заворачивается. Ну, грамотный японцы. Не так, свернули. Опустили сиденье, они опускаются вот отсюда. А, кстати, извиняй, мне будут спинки наклона. И, пожалуйста, в это пространство здесь натягивается даже специальная шторка. Ну, и захлопнув заднюю дверь нового джипа, обновленного джипа от Suzuki, Grand Vitale, давайте поговорим о том, комфортно ли задним пассажирам будет в этом автомобиле. Вообще, скажем честно, даже в крузаке сзади сидеть, ну, не самый комфортный. Почему? Потому что все-таки это универсал, универсал на больших колесах. Значит, есть арки. И, соответственно, ну, как-то сложно. Давайте присядем и отодвинем переднее сиденье в максимально комфортное положение для передних пассажиров. Что мы видим? Ну, во-первых, это мощная тонировка. И меня вы здесь не увидите. Поэтому камеру необходимо перенести внутрь салона. И вот я уже сел. И вот я уже могу поднять подголовник, который имеет еще и дополнительные фиксации. Так, опустим передний немножко подголовничек. И я могу отсюда отрегулировать положение спинки. И вот я уже полулежа. И это мне нравится. Я сижу, отдыхаю. Конечно, хотелось бы DVD. Но DVD сюда можно поставить. Сейчас это дело недорогое. Ровно 20 рублей. И у вас есть место, кстати, для DVD. И для того, чтобы вы видите пространство с головой. Хотя это джип. Здесь крыша сделана вогнутой. Очень удобно и в очередной раз продумано. И вот вам продуманный подход от Уралавто. Востребованный, комфортабельный, настоящий джип. А не полноприводный, сверхтехнологичный. И совершенно непроходимый дом на колесах. И приобрести такое легко, потому как цена это не космос. И вам хватит и в кредит рассчитаться. Слегка и временно обрезанной зарплатой. Так что желание приобрести внедорожник сегодня реализуется легко. На советской 32А. Компании Уралавто.